На этих снимках студентка гуманитарно-педагогической академии в Ялте Ольга Коваленко. Уже три года девушка изучает китайский. Дважды побывала в международной языковой школе в Поднебесной. Это было несравненное чувство удовольствия. Наконец-то моя мечта сбылась. И вот я, вновь на китайскую землю. Сразу захотелось общаться со всеми китайцами, которых я только встречала на пути. С группой студентов и преподавателями в Поднебесной они провели почти месяц. Ходили на лекции, погружались в культуру, традиции, быт и даже жили в китайских семьях. На родину вернулись с багажом новых знаний и серьезными планами на будущее. Я бы хотела еще больше развивать китайский язык именно в Ялте, на Крымском полуострове. Открыть, возможно, какие-то другие школы или задняться репетиторством. Также хотелось бы помочь больше Крымскому федеральному университету. Поездка помогла крымским студентам наладить контакты с одним из университетов Пекина и повысить уровень владения иностранным языком. В смысле, что в Китае самое главное – это три слова. Ни хао, рейга и тхимпудон. Привет, это и не знаю. Да, можно еще добавить тэй, говорить везде. Верно, верно, верно. Да, да, да. Просто кивать и улыбаться. Но если только кивать и улыбаться, покорить иностранных коллег получится едва ли. Неудивительно, что для этих девушек китайский стал почти родным. Меня мотивирует популяризация китайского языка в России. Достаточно новое пилотное направление. И очень интересно, в принципе, изучать китайский язык, разбираться в каких-то сложностях. В этом году на стажировке в языковой школе в Китае побывало 9 студентов гуманитарно-педагогической академии и двое преподавателей. Программа министерская, программа поддержки развивающихся университетов. Между нашим университетом и данной организацией должен быть заключен договор о сотрудничестве. В рамках договора о сотрудничестве студенты и также преподаватели могут осуществить академическую мобильность. То есть поехать на курсы, стажировки, летние, зимние школы. За последние три года крымские студенты побывали не только в Китае, но и в Греции, в университете Аристотеля. Полуостров готов к сотрудничеству и с другими странами. Ежегодно наши вузы выбирают сотни студентов со всего мира. Учитывая непростую политическую ситуацию, связанную с признанием российского статуса Крыма, мы пытаемся развивать наши, сохранять устоявшиеся связи с европейскими вузами, естественно, с западными. И одновременно стараться развивать сотрудничество, прежде всего, с странами Востока, с вузами Востока. Сейчас группа преподавателей и ученых Крымского федерального университета готовится к командировке в Иран. В планах наладить контакты с иностранными вузами, чтобы в дальнейшем поехать в языковую школу, смогли и студенты, изучающие персидский. Попасть на студенческую стажировку в другую страну могут даже первокурсники. Для этого нужно хорошо учиться, знать иностранные языки и, что немаловажно, быть стрессоустойчивым. Конкурсный отбор, собеседование, сбор документов. Только подготовка к такой поездке занимает не меньше трех месяцев. Студенты могут самостоятельно связаться с принимающей стороной, либо выбрать образовательного партнера из тех, с кем сотрудничает вуз. Главное проявить инициативу с оформлением документов и получением визы поможет Управление международной деятельности университета. Татьяна Балыкина, Алим Велиев. Утро нового дня.